Социальные льготы – это преимущества, которые предоставляются государством разным категориям граждан. К ним относятся ветераны войны и труда, жертвы политических репрессий, семьи с детьми-инвалидами, участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС и ряд других. В системе льготных выплат произошли некоторые изменения. Обо всем этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления социальной защитой населения Магомед Абтуразаков и назвал перечень необходимых документов, которые нужно предоставить для получения социальных выплат. В 2017 году в постановлении правительства Республики Дагестан было установлено, что необходимо с 1 декабря гражданам, получающим эти выплаты коммунальные, предоставить соответствующие документы, подтверждающие их оплату, также, что у них отсутствует задолженность, для того, чтобы мы могли в дальнейшем продолжать эти выплаты. За сетевой газ, электроэнергию, вода, канализацию, вывоз бетовых отходов, вот эти все коммунальные услуги, которые они получают. При представлении вот этих документов, соответственно, конечно, и паспорта получателя, мы возобновляем выплату и дальше они будут получать эти выплаты. В России льготная система основана на уравнительном принципе. В первую очередь государство заботится о наименьше защищенных гражданах. Это связано с ограниченностью средств, распределяемых через бюджет. В продолжении беседы начальник управления также обозначил об изменениях, относящихся к категориям многодетных семей. Многодетные семьи, которые получают коммунальные, они до счета, ну, при обращении, это зависит, у них тоже были внесены изменения. Раньше они получали все многодетные семьи, сейчас получают, согласно постановлению правительства, получают только те, которые прожиточные, доход семей не превышает прожиточный минимум в основном республике Дагестан. То есть малоимушие, многодетные семьи. Вот такие ограничения тоже есть. Также произошли изменения и в категории жертвополитической репрессии. Раньше они получали на всю семью, тоже внесли изменения в закон республики Дагестан о социальной поддержке жертвополитической репрессии. Там уже внесли поправку, что только сам получатель, кто является жертвой политической репрессии, он на себя только распространяется. В завершении встречи специалистами также было отмечено о необходимости гражданам предоставить перечень соответствующих документов в кратчайшие сроки в целях своевременного получения льгот. Бика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа Пульс.